22 августа текущего года президент Шавкат Медзиёев провел открытый диалог с предпринимателями, во время которого обозначил пять основных направлений по поддержке бизнеса и выдвинул множество инициатив по каждому из них. Как отозвались бизнесмены на эти инициативы? Соответствуют ли их отчеты, представляемые в налоговые и статистические органы текущей деятельности? С таких слов, глава региона начала очередную видеоселекторную встречу в Хакимиате области. По Вилаяту была поставлена задача в 2022 году довести объем услуг до 28 трлн сумм и повысить темпы роста до 149,3% за счет эффективной реализации неиспользованных возможностей и резервов. Но, к сожалению, не все ответственные лица прикладывают усилия в достижении подобных результатов. Глава региона привел данные мониторинга рабочей группы, согласно которым идет невыполнение прогнозов с января по июль текущего года на 1,185,5 млрд сумм. Не будет преувеличением сказать, что основная причина заключается в том, что сдаваемые отчеты не отражают реальный объем оказываемых услуг, а руководители отрасли проявляют беспечность в этом вопросе. Из около 33 тысяч действующих юридических предприятий свыше 21 тысячи или 66% не отчитались об объеме продажи услуг. Субтитры предприятий свыше 21 тысячи или 66% не отчитались об объеме продажи услуг. Субтитры предприятий свыше 21 тысячи или 66% не отчитались об объеме продажи услуг. Субтитры предприятий свыше 21 тысячи или 66% не отчитались об объеме продажи услуг. Всего было запланировано создать 214 тысяч новых рабочих мест. В январе-августе около 186 тысяч. В настоящее время задача выполнена на 95,3%. В конце обсуждений подвернуто критике то, что не налажено сотрудничество статистических и налоговых органов в этом направлении, и профилактическая работа с предпринимателями ведется лишь для галочки. По рассмотренной теме дня Хуким области дал поручение и определил сроки по их исполнению.